Футбольный тренер одна из самых текучих профессий в мире. И даже если ты титулованный и многообещающий тренер, то у тебя нет полных гарантий от увольнения. Поэтому на рынке в любой момент можно найти достойного наставника. В этом топе мы собрали самых интересных, по нашему мнению, тренеров, сидящих без работы. Это топ 10 свободных тренеров. Поехали! Десятое место. Тирея Нри и Дженаро Гатузо. На десятом месте расположились двое знаменитых игроков, но еще мало опытных тренера. Великого французского бомбардира очень хвалили за ассистентскую работу в сборной Бельгии, где он помогал повышать эффективность нападающих. В самостоятельной карьере у Анри с первого раза не вышло. Его позвали спасать Монако, но после трех месяцев работы Анри был уволен за неудовлетворительные результаты и конфликт с рядом футболистов. Сам Анри очень хочет продолжить тренировать. Он предлагал свои услуги своей бывшей команде Нью-Йорк, Редбуллс и Андерлехту, но клубы отказались приглашать малоопытного тренера. Несмотря на все старания и искреннюю любовь к родному клубу, Гатузо не смог вывести Милан в Лигу чемпионов и занял только пятое место. Как совестный человек, Дженаро сразу же подал в отставку, отказавшись от солиды неустойки. За пару лет работы в серии А Гатузо прокачался как тренер, зарекомендовал себя как отличный мотиватор, поэтому интерес к его фигуре сейчас есть. Летом им интересовался Латсо, Фиорентино, Нант и Сампдорио. Девятое место. Дэвид Моэс. После 11 лет добротной работы в Эвертоне, Дэвид Моэс отправился в Манчестер Юнайтед в качестве переемника Алекса Фергюсона. Для Моэса Юнайтед был шансом всей карьеры, пиком, который обещал море трофеев и любовь фанатов, но на деле Дэвид отработал 11 месяцев и был отправлен в отставку. Моэс не смог адаптироваться к условиям топ-клуба, не знал, как управляться со звездами. Провал в МЮ сломал специалиста психологически. Спасать карьеру Дэвид поехал в Испанию, но с Реалом заседатом тренера ждал очередной конфуз. Вернувшись в Англию, специалист пробовал реанимироваться в Сандерленде и Вестхэме, но даже в родном чемпионате не смог показать нужного результата. Некогда перспективный тренер находится без работы с ноября 2017 года. По последним слухам, Моэс входит в шорт-лист наставников для Интер Майами, клуба Дэвида Бекхэма. Восьмое место. Эусебио Ди Франческо. Самый свежеуволенный в нашем списке итальянский алинаторо Эусебио Ди Франческо. Эусебио возглавил Самбдорио перед началом сезона и за 7 стартовых туров набрал лишь 3 очка. Такие результаты явно не устроили руководство гендузийцев и с тренером попрощались. Ди Франческо стал считаться хорошим специалистом во время работы в Сосуоло. В первый сезон с Нераверди он выиграл серию Б и поднялся в элиту итальянского футбола. А всего через пару сезонов впервые в истории вывел Сосуоло в Лигу Европы. Таким результатом сооблазнилась Рома и пригласила тренера возглавить команду. Тем более в прошлом Эусебио и сам был волком. Так что симпатии были взаимные. В первый же сезон Ди Франческо сотворил сенсацию. Римляне впервые за 34 года дошли до полуфинала Лиги Чемпионов. Второй сезон не выдался столь ярким. Джелороси забуксовали в чемпионате и вылетели в 1-8 Лиге Чемпионов. После чего и уволили тренера. Несомненно у Ди Франческо есть потенциал. Стать тренером экстра-класса вопрос только в каком клубе он этого достигнет. Седьмое место Марселину. Из-за травмы Марселина закончила игровую карьеру всего в 28 лет. Поэтому первую тренерскую должность он получил уже в 33 года. Он возглавил Леальтат, фарм-клуб хеконского спортинга. Спустя 5 лет Марселина, набравшись опыта, был приглашен в основную команду. Но за два сезона, проведенных в Хеконе, он так и не смог вывести клуб в высший дивизион. Успех к тренеру пришел в скромном рекреатива, с которым Марселина в первый же сезон выиграл Сегунду и поднялся в Ла Лигу. В Ла Лиге деканы заняли почетное восьмое место, а по ходу сезона были обыграны Реал Мадрид, Атлетика и Валенсия. Но по окончанию сезона Марселина возглавил Рассинг. С зелено-белыми Марселина добился лучшего результата в истории команды, шестое место в чемпионате и квалификация в Кубок Уэйфа. После Рассинга Марселина отправился в Реал Старогосу и помог им выйти в премьеру. Но уже на следующем месте работы в Севилье Марселина не смог показать нужного результата и после семи матчей без побед был отправлен в отставку. Далее работал в Вильереале, которому тоже помог вернуться в премьеру и завоевать путевку в Лигу чемпионов, но по непонятным причинам был уволен. Последним пристанищем тренера была Валенсия. С летучими мышами Марселина выиграл Кубок Испании и два сезона подряд занимал четвертое место в чемпионате. Но из-за конфликта с президентом клуба Питером Леймом покинул свой пост. 6 место Лоран Блан Первым большим успехом Блана в тренерской карьере стало чемпионство с Бордо. Жирандинцы под руководством наставника выиграли титул впервые за 10 лет, а еще стали обладателями Кубка Лиги и дважды Суперкубка Франции. Опыт сборной был для Лорана не особо успешным, а вот в ПСЖ Блан выиграл кучу трофеев. Кубки, Суперкубки и чемпионские титулы сыпались на тренера его команду как из рога изобилия. Однако главного победы в Лиге чемпионов Лоран с парижанами так и не добился. В 2016 Блан покинул ПСЖ и с тех пор остается без работы. По словам наставника, причина, по которой он так долго сидит без дела – желание уделить время семье и отвлечься. Летом у него были предложения от Ромы и Зенита, но Блан их отклонил. Прогнозы на любые матчи от ведущих каперов можно бесплатно получить прямо на свой телефон. Betting Insider – это главное приложение для тех, кто интересуется ставками. Бесплатно как для пользователей Android, так и для владельцев iPhone. Открыв приложение, вы сразу увидите список самых популярных прогнозов на сегодня. Прогнозы оставляют обычные пользователи. Можно посмотреть, находится советчик в плюсе или нет. Лучшие из лучших попадают в рейтинг, в котором разыгрываются 150 тысяч рублей каждый месяц. Качай приложение по ссылке в описании и выводи свой аккаунт в букмекерской конторе в плюс. Пятое место – Sam Allardyce. Sam Allardyce – непризнанный гений английского футбола. Он один из первых в АПЛ, кто начал внедрять в подготовку команду инновационные подходы. В самобытность игроком он выступал за команду МЛС Tampa Bay Rowdies. Там Сэм и насмотрелся на совершенно другие тренировочные методики по сравнению с теми, которые использовались в Европе. Эти методики включали правильное питание для игроков, использование статистики и подробный анализ показателей футболистов. За 30-летнюю карьеру Большой Сэм успел возглавить 10 клубов. Самого значимого успеха он добился с Болтоном. В 2001-м Сэм вывел Рысаков в Премьер-лигу и уже через пару сезонов играл в Кубке UEFA. Сэм не смог завоевать с Болтоном ни одного трофея. Лучшим достижением было седьмое место в чемпионате и финал Кубка Лиги. Но крутость той команды была в том, что они довольно часто отнимали очки у грандов английского футбола. В последующей карьере Эллардайса не было больших клубов. Его приглашали в кризисные клубы. И Сэм с радостью брался за работу пожарника. 4 место. Луччано Спалетти Лучшие тренерские годы Спалетти прошли в Роме. Вместе с волками Алина Торо 4 раза становился вице-чемпионом Италии. Дважды становился обладателем Кубка страны и 1 раз Суперкубка. Между двумя заходами в Рому Спалетти 5 лет трудился в Зените. С питерцами Луччано дважды становился чемпионом России. Выиграл местный кубок и Суперкубок. Однако в клубе рассчитывали, что большие траты на игроков позволят команде добиться результатов и в Европе. Но потолком для Зенита стала 1 восьмая Лиги чемпионов. Последним местом работы Спалетти стал Интер. Но за два года в миланском клубе Луччано не смог достичь особенного прогресса. Нерадзури застряли на четвертом месте и не выиграли ни одного трофея. А специалист покинул клуб в мае. Возобновлять карьеру Луччано не спешит и планирует заняться заготовкой вина. 3 место. Массимилиано Аллегри. Последние 5 лет Аллегри провел в Ювентусе. На национальном уровне с Бьяконьери он выиграл все, что возможно. И стал первым итальянским тренером, который 4 года подряд оформил золотой дубль. Но самый желанный трофей любого топ-клуба так и не покорился специалисту. Несмотря на то, что дважды зебры доходили до финала Лиги чемпионов. Неудача на европейском уровне и стала главной причиной отставки Аллегри. После увольнения у Массимилиано было несколько предложений. Пассажири и Бавария хотели сменить рулевых после неудач в ЛЧ, но в итоге оставили прежних коучей. Тоттенем ждал обмена тренеров со старой сеньорой в случае, если шпоры выиграют ЛЧ. Но такой рокировки футбольный мир тоже не увидел. Пока Аллегри находится в отпуске и проводит время с семьей. По его словам, последние годы этого ему не хватало. 2 место Арсен Венгер Целых 22 года Венгер был у руля Арсенала. С канонирами специалист завоевал 17 трофеев и провел 828 матча, что является рекордом АПЛ. После Арсенала Венгера звали возглавить японский Висел Кобе. В этом клубе играют Андрес Эньеста, Давид Вилья, а также хорошо известный Арсену Лукас Подольский и Томас Вермалин. Арсен уже работал в Японии. С ногой Агрампус он брал кубок J-лиги и становился лучшим тренером сезона. Но француз не поехал в страну восходящего солнца. Кажется, он ждет предложений из топ-клуба. Здесь и начинаются плохие новости для специалиста. Все желанные места заняты, а если в скором времени один из грандов и захочет сменить рулевого, то вряд ли выбор пойдет на устаревшие методы Венгера. Наиболее подходящим местом для работы Арсена является родной чемпионат Франции. Да и то, команда, заключившая контракт со специалистом, рискует превратиться в арсенал образца последних лет. Первое место. Жозе Мауриньо. Жозе Мауриньо не вернулся в футбол вовсе не из-за отсутствия предложений. За последние полгода почти десяток клубов, среди которых Бока Хуниерс, Леон, Монако, Интер, Рома, Нью-Касл и даже китайский Гуанчжоу изъявили желание заполучить специалиста. Однако никто особенного так и не подписал. После увольнения из Манчестер Юнайтед португалец работал экспертом на одном из спортивных каналов, а также вел собственное аналитическое шоу. В интервью он не раз говорил, что планирует вернуться в ближайшее время. Сейчас большинство грандов не нуждаются в смене тренера, поэтому как минимум до зимы мы вряд ли увидим Жозе. Наилучшим вариантом для Мауриньо является Бавария. Во-первых, Жозе сам признавался, что хочет выиграть чемпионат в новой стране. Во-вторых, кресло Ника Ковача самое шаткое среди всех наставников топ-клубов. Ну и в-третьих, Мауриньо стал изучать немецкий язык, как говорит для саморазвития. Но можно ли верить этому эпатажному тренеру? Продолжение следует...